Курица не птица, химки не столица. Вот он весь какой-то такой абсолютно не впечатляющий и очень часто разочаровывающий. И вот это вход в подъезд. А вот это два, видимо, вип-парковочных места. Везде облупленная штукатурка, уже ободранные углы. Вы можете поиграть в игру и сосчитать все оттенки этого облицовочного кирпича. Я вижу указатель, который сообщает нам, что есть выход во двор и выход на улицу. Прямо дует оттуда с угла. Угол спотел весь. Еще пока я показывала железную дорогу, я увидела, что лэп от 17-х корпусов в считанных метр. У меня вопроса вообще никто не хочет продавать квартиры. Представители компании АМ Девелопмент отказались давать интервью. Всем привет, это Олеся Грузинская, проект о новостройках.ру, авторский обзор о жилых комплексах Москвы и Подмосковья. Все слышали фразу «Курица не птица, Химки не столица». Ну вот так мы сегодня в Химках и снимаем жилой комплекс аж целых две столицы от застройщика АМ Девелопмент. Жилой комплекс «Две столицы» находится в городском округе Химки и здесь можно купить квартиры от одной до трех комнат, площадью от 23 квадратных метров до 73 квадратных метров, по стоимости примерно от 3 миллионов до 9 миллионов. За квадрат средняя стоимость от 106 тысяч рублей до 135 тысяч рублей. Когда оказываешься здесь на месте, сначала кажется, что две столицы это гигантский комплекс по две стороны от одной улицы. На самом деле просто один и тот же архитектор у двух совершенно разных жилых комплексов. Вот это Urban, солнечная система, его пока не трогаем, про него позже. А это две столицы от АМ Девелопмент. Но так как архитектор один, дома очень похожи внешне. У них наружные стены из газобетонных блоков, сами дома монолитные и снаружи 8 оттенков облицовочного кирпича, причем некоторые из них с очень заманчивыми названиями, например, «зеленая мята», «пшеничное лето» или «терракот». Если нечем будет заняться во время прогулки во дворе, вы можете поиграть в игру и сосчитать все оттенки этого облицовочного кирпича. И я вижу, что первые два этажа – это просто штукатурка. Еще я вижу корзины под кондиционеры одинаковые у всех, это неплохо. И застекленные лоджии. Жилой комплекс «Две столицы» – это 9 монолитных корпусов высотой от 14 до 17 этажей. И большинство из них образует такой большой двор внутри, хотя меня немножко пугает. Вот вокруг, я сейчас стою в центре двора, куда ни глянь, везде дома, дома, окна. Мне кажется, здесь очень высокая плотность населения. И надо будет поспрашивать, насколько здесь удобно людям парковаться и жить, потому что квартир много, двор один не самый большой. А с парковками, с машинами как? Вообще никак. Говорю же, вечером подойдите, посмотрите, друг на друге стоять. Даже задним ходом, если выйдешь, или-или. Только вокруг домов, да, можно уже парковаться? Да, да. Сюда не посчитают на территорию. Вы как считаете, хорошо, что двор закрыт от машин? Конечно, я покупал систему с удовольствием, что двор будет без машин. На сайте написано, что в комплексе действует система «двор без машин». И правда, мы не видели ни одной машины внутри двора, но как-то странно тогда уж организована здесь парковка. Построен паркинг будет только примерно к 2020 году, в котором можно будет купить места. А пока застройщик предлагает хаотично парковаться вокруг домов. И вот это вход в подъезд. А вот это два, видимо, вип-парковочных места прямо под входом, чтобы вот можно было из багажника очень легко все внутрь выносить. Это тротуар. И, видимо, следующий уровень вип-парковочных мест, которые позволяют прямо на тротуаре припарковаться. Ну и кто-то становится вдоль заборов. Организованный многоуровневый паркинг на 8 этажей на 1790 мест будет разделен на два блока. Один из этих блоков будет сдан в третьем квартале 2019 года и другой в четвертом квартале 2020 года. До этого времени паркуйтесь где хотите. Застройщик жилого комплекса «Две столицы» компания «АМ Девелопмент». Она была создана в 2005 году и реализует свои проекты в основном как раз в Подмосковье. Есть уже сданный клубный поселок «Ривер-стрит», есть еще коттеджный поселок «Славич», торговый центр «Вашутина» и бизнес-центр «Вашутина». И на съемку жилого комплекса «Две столицы» я пригласила представителей застройщика, чтобы, как всегда, выяснить позицию застройщика на самые интересные, актуальные вопросы, которые в основном возникают у людей на форумах. Чаще всего они связаны с какими-то сложными проблемными ситуациями, и нам действительно важно понимать, как их решает застройщик. В этом случае представители компании «АМ Девелопмент» отказались давать интервью и сослались на то, что им не очень понравился список вопросов, и они не хотели бы обсуждать качество отделки, которым недовольны люди на форумах, окружающей промзоной и прочими проблемами, которые люди обсуждают на форумах. В общем, представители «АМ Девелопмент» отказались от комментариев, поэтому мнения застройщика по самым актуальным и сложным вопросам сегодня не будет. Мы сможем только увидеть какие-то минусы, спросить у местных жителей, а выводы делать вы будете сами. Приезжаю я в жилой комплекс «Две столицы» и вижу, что там, где должен строиться один семнадцатый корпус, четыре строящихся корпуса. Хочу выяснить, что за корпуса и каких номера. И самое удивительное, впервые за два года работы я вижу сайт, на котором нет номера застройщика. Я набираю «Две столицы РФ», пролистала весь сайт до конца, и у них нет номера телефона, есть только кнопка «Хочу, чтобы мне позвонили». Пять минут назад я оставила свой номер телефона, мне до сих пор не перезвонили. У меня вопрос, вообще никто не хочет продавать квартиры, или вот что я должна сейчас делать, чтобы выяснить нужную мне информацию. Десять минут спустя мне все-таки перезвонили из офиса продаж, и выяснилось, что вот эти четыре башни по факту являются всего двумя корпусами. Это 17.1 и 17.2, у каждой из башен есть обществе лабад. И один из этих корпусов будет сдан в третьем квартале 2019 года, другой в четвертом квартале 2019 года. Это вторая очередь, которая будет еще с коммерческими помещениями на первых этажах. Еще из не сданных корпусов есть 14-й, вот этот полукруглый, но вот сейчас он как раз в стадии того, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Остальные корпуса уже заселены, ну, кто-то раньше сдавался, кто-то позже, поэтому часть из них... Только находятся на стадии ремонта внутри, а часть уже, в принципе, давно заселена, и люди в ней живут. Кстати, в уже сданных корпусах первые этажи жилые, здесь нет коммерческих помещений, только в корпусах 17.1 и 17.2 они будут. Причем довольно низкий, мне кажется, первый этаж. Ну, в любом случае, если вы будете выбирать квартиру, это уже будет ваш выбор, брать ее на первом этаже или нет. Но, правда, вам в окна будут заглядывать соседи. И я подумала, что жилой комплекс «Две столицы» чем-то мне напоминает схему строительства Крост. Когда ты издалека смотришь и думаешь, ух ты, это что-то классное. А ближе подходишь и понимаешь, что это какая-то бутафория. Ну, везде облупленная штукатурка, уже ободранные углы, какая-то побитая плитка. Ну, спасибо, что есть пандус, здесь 4 ступеньки, есть даже небольшой подъемник для маломобильных групп, есть пандус для колясок. Ну, вот такое ощущение, что здесь все это сдано давным-давно, и все уже бросили этим заниматься, и никому не важно, чтобы эти дома выглядели привлекательно. Хотя покупатели, когда сюда приезжают, они вот это все увидят. И я советую вам пройтись по готовым корпусам и заглянуть внутрь, посмотреть, как они выглядят изнутри, потому что про входные группы очень много чего говорили. Входные группы. Интереснее всего мне было оказаться именно здесь, потому что про них очень много написано, и очень красиво они выглядят на рендерах. Ну, первое, что бросается мне в глаза – обещанные картины. В каждом подъезде она уникальная, про Москву, про Питер. Их специально рисовал некий художник, какой мне не удалось выяснить. Но вот если оглядеться по сторонам, то все, что вокруг картины, меня немного пугает. Я вижу указатель, который сообщает нам, что есть выход во двор и выход на улицу. Это радует, потому что сквозные проходы – это очень здорово, если двор без машин, снаружи оставили машину, внутрь вошли. Но даже не нужно придираться, если честно, чтобы понять, что качество – все уже ободрано, облуплено. Эта дверь вообще напоминает мне дверь скольного туалета немножко. Очень грязное все. И такое ощущение, что дома здесь, кстати, должен быть, видимо, консьерж. Но, не знаю, то ли жильцы решили, что его здесь не будет, то ли застройщик. В общем, консьержа нет, по крайней мере, в этом подъезде. Сразу ощущение, что была концепция, хорошая, отличная, но реализация просто немножко ужасающая, новостройка. Ты приходишь домой, и такое ощущение, что в твоем доме уже жили миллион лет до тебя. Крайне отвратительное состояние подъезда. Может быть, нам невероятно не повезло. Это единственный такой подъезд, в чем я, конечно, сомневаюсь. Попробуем посмотреть жилой этаж. Два лифта, один пассажирский, один грузопассажирский. В этой секции 17 этажей, два лифта, и они фирмы Могилев Лифтмаш. Кстати, с такой еще не сталкивалась ни разу за два года. Если верить документам, этот дом был сдан примерно полтора года назад. И мне кажется, все полтора года его усердно портили здесь штукатурку, отбивали углы, пачкали стены. Потому что выглядит очень-очень неприятно, правда. Так, здесь часть с жилыми квартирами, и их раз, два, три, четыре. Это плюс. Четыре квартира на этаже – это немного. Но как выглядит этот коридорчик, это, конечно, жуткий минус. Видимо, двери меняли все. Причем никто потом не позаботился, чтобы штукатурку на место вернуть. Снова эти крашенные двери, как в общежитиях стареньких. Вот, так хотя бы поприличнее выглядит. Мне кажется, слова излишние. Ну, вот, просто посмотрите вокруг. Качество самого дома, качество квартиры. Есть минусы. Какие? Ну, мы заказывали специальных альпинистов для того, чтобы заделали швы. У вас тоже, да, вот эта проблема со швами? Я слышала, у многих продувает. Прохалтурили. Вот видите, швы идут, вот эти швы. У меня вот эта боковая квартира. Вот получается этот шов соединяется с соседней. И получается пустота вот посередине. Они должны были ее, наверное, заполнить чем-то. Видимо, они заполнили, прямо дует оттуда с угла. Угол спотел весь, я жаловался. И что, как они отреагировали? Пришли, вон, что-то запенили, но они сказали, чтобы сильные изменения какие-то произошли. Ради интереса я зашла в соседний подъезд в том же самом корпусе. И не могу понять, разница просто очевидна. Здесь даже другая плитка на полу. Мне кажется, там не было вот таких лампочек миленьких. Здесь гораздо меньше всего обшарпанного, побитого, испачканного. Ну, двери те же самые, странненькие. Но они, по крайней мере, выглядят чисто. Больше вот такого отделочного кирпича белого. И в целом подъезд выглядит более презентабельно. Здесь оранжевая штукатурка такая фактурная, симпатичная. И совершенно другое ощущение от этого подъезда. Лучше пройдитесь по всем, наверное, и посмотрите. Забыла сказать, что внутри корпусов есть мусоропроводы. Причем в этом корпусе, по-моему, даже был не заваренный. Но пока здесь еще ведутся ремонтные работы в квартирах. Есть большие такие строительные баки. Вот этот, я думаю, останется, скорее всего, после заселения, несмотря на наличие мусоропровода. Потому что его можно заварить, можно не заваривать. Поэтому странновато, правда, только что он граничит с детским садиком. Потому что сразу с забором начинаются площадки детского сада, который будет в 14-м корпусе. Обещают его как раз вместе с корпусом сдать. И ввести в эксплуатацию. И обещают, что он будет муниципальным. Внутри большого двора, который образовался между всеми корпусами, есть несколько детских площадок. Хорошо, что они есть. В принципе, они разненькие. Там вот я вижу качели, здесь есть песочница. Но в целом, странно мне, когда застройщики в 2018 году делают ну такие уж самые-самые простые детские площадки. Еще не самого лучшего, видимо, качества. Потому что резиновое покрытие уже где-то потрескано. Эту штуку, видимо, вообще только установили. И вон бетоном залили, пока она даже не рабочая. Там площадка для воркаута состоит из одной несчастной перекладины какой-то. И, ну, есть где погулять. Ну, вот у меня все в этом комплексе. Ну, есть дом, ну, есть площадка. Вот он весь какой-то такой абсолютно не впечатляющий и очень часто разочаровывающий. Пункт «Система безопасности» описан очень круто для жилого комплекса «Комфорт-класса». Написано, что огороженная территория, контроль доступа, видеонаблюдение. По факту, огороженная территория есть, но контроля доступа нет никакого. Мы, пешеходы, не имеющие никакого отношения к этому комплексу, сюда зашли. Я вижу камеры на подъездах, но работают они или нет, я думаю, что жители смогут выяснить, только если что-то случится, им понадобится видеозапись. И вот пока я говорю этот лайк, кстати, я подумала о том, что надо сказать об уровне шума. Мне приходится очень громко кричать, чтобы самой себя слышать. Сейчас строятся 17-е корпуса. Во-первых, от стройки много шума. Во-вторых, там железная дорога, и правда, очень-очень шумно. Еще пока я показывала железную дорогу, я увидела, что лэп от 17-х корпусов считанных метров. Мне кажется, как будто бы угол дома задевает провода. Сейчас 17-е корпуса в активной стадии строительства, и здесь как раз продаются квартиры, и можно найти разные форматы. Это здорово, что форматов много. От студий есть еще однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, есть и евроформаты, что неплохо. Я посмотрела планировки, и из того, что я видела на сайте, в принципе, мне понравилось. То даже в студиях есть выделенная прихожая, что в евроформатах кухня, которая объединена с гостиной, может быть, там 15 метров или даже 18 метров, есть комнаты с нестандартной геометрией стен. То есть, в принципе, по планировкам есть выбрать из чего. Единственное, что меня смутило, что написано на сайте в черновом варианте, а высота потолков 2,7 метров. То есть, получается, чуть больше, чем 2,5 у вас останется после ремонта. Это странно. Кстати, в этих корпусах квартиры продаются с отделкой. Есть три варианта. Это Берлин. В нем упор на оттенки серого, синего, такой довольно холодный и строгий стиль. Есть Барселона. Соответственно, она вся такая теплая и летняя. И есть Стокгольм. Это классический вариант с белыми стенами. Поэтому, в принципе, вы можете выбрать один из трех вариантов, который вам больше подходит. И после покупки квартиры, после сдачи дома сразу же заселиться в него, минуя стадию ремонта. Кстати, это детский сад. Рабочий, муниципальный. Он уже действует. Сюда вводят детишек. Кто-то говорит, что с местами нет проблем. Кто-то говорит, что есть. В общем, видимо, индивидуально все. Но вот в чем вопрос. Школу АМ-девелопмент строить не должен. И ближайшая школа должна была появиться в соседнем жилом комплексе «Солнечная система», которую строит кто? Урбан-групп. А урбан-групп что? Большие проблемы. Поэтому появится ли школа вообще, неизвестно. И если появится, то когда, тоже неизвестно. Поэтому ужасно, что ближайшая школа находится по другую сторону железной дороги, ленинградского шоссе. И пешком вокруг обходить нужно 5 километров. Это очень странно, конечно. Мне пока не встретился ни один человек, у кого ребенок школьного возраста. Если вы вдруг здесь живете и попали как раз в такую ситуацию, пишите, пожалуйста, в комментариях, как ваши дети ходят в школу сейчас, если вы живете в двух столицах. Детский сад уходите? Детский сад пока нет. Стоим в очереди. Вот детский сад проблематично немножко. Сколько уже стоите? Ну, мы только переехали. То есть, переводом не можем попасть. Получается, заново надо ставить в очередь. Но пока никаких ответов нету, даже номер очереди не знаем. Вы про поликлинику сказали, где здесь ближайшая, как СМИС? Поликлиника далеко. Куда приходится ездить? Коммунистическая 3. Здесь ближайшая? Нет, нет. А по инфраструктуре, вот садик уже встали в очередь? Садик, да, встали. Как там с местами, говорят? Ну, говорят, пойдем. Место расположения жилого комплекса «Две столицы», но вот совсем не его сильная сторона. Если посмотреть по карте, то с одной стороны у него Ленинградское шоссе, железная дорога и ЛЭП. С другой стороны кинологический центр. Потом идет жилой комплекс «Солнечная система», судьба которого нам неизвестна. И с этой стороны вот как раз производственные компании и какие-то мебельные группы. И, в общем, вот так вот выглядит с одной из сторон его окружение. И самое интересное, что коммерческой инфраструктуры в самом комплексе «Две столицы» сейчас нет. Будет только коммерческий стилобат в 17-м корпусе. В «Солнечной системе» есть пара магазинчиков. Вот здесь есть рядом пятерочка, но это все, что есть в пешей доступности. То есть за каким-то масштабным коммерческим закупом вам нужно отправляться в «Мега Химки», например, который на другой стороне Ленинградки. Транспортная доступность – еще одна не самая сильная сторона этого проекта. Кто-нибудь вообще заметил хоть одну сильную сторону этого проекта? Ладно, в итогах попробуем подвести. Добираться сюда, ну, как бы если у вас нет личного авто, то это совсем большое приключение, потому что от Ленинградского вокзала вам нужна электричка до станции «Химки». Это полчаса езды. И потом еще минут 15 нужно ехать на маршрутке. Я видела там остановку прямо между корпусами двух столиц и «Солнечной системы». Ну, правда, пока не видела ни одной маршрутки. Наверное, просто пропустила. Если у вас есть авто, то радостная новость. Всего 4 километра от МКАД. И тут же грустная новость по Ленинградскому шоссе. Сегодня мы ехали 25 минут от водного стадиона на машине. Это был будний день и примерно 12 часов дня. И все равно мы на Ленинградке попали в красный кусок, потому что он там, по-моему, константа. Он всегда там красный. А еще со стороны Ленинградского проспекта появится в скором времени огромный пересадочный узел «Химки-2». Я не знаю, здорово для вас это или нет. То есть там можно будет оставлять машину и садиться там на электричку, например. Ну что, мне кажется, мы на сегодня видели достаточно в жилом комплексе две столицы. И что я о нем думаю? Что это среднестатистический жилой комплекс. Не самый плохой, не самый хороший из тех, что мы видели. И, наверное, есть отличная новость, что большинство минусов этого комплекса не станут для вас сюрпризом. Для меня, наверное, самые слабые стороны этого проекта – это расположение. Потому что вокруг сплошные промзоны, сюда сложно добираться по Ленинградке, здесь практически нет инфраструктуры в пешей доступности. Социальная инфраструктура, особенно школы, вообще непонятно, когда она здесь появится. Еще один минус – это качество строительства. Вы тоже можете его увидеть, даже просто приехав и посмотрев на эти дома и зайдя в один из подъездов. И вспомните про минус, который может стать для вас сюрпризом – это дыры в стенах, которые иногда продуваются. Наверное, из его сильных сторон – это то, что сейчас есть большой выбор квартир от студий до евро четырехкомнатных. И есть квартиры с отделкой, что тоже очень удобно. Неплохая цена. И в основном корпуса сдаются все вовремя. Некоторые, говорят, даже кому-то раньше передавали. Поэтому вы теперь знаете о нем все. Если вам интересно, можете приехать, убедиться во всем лично. И пишите комментарии, что вы думаете об этом жилом комплексе. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok